У меня хорошее настроение, потому что я приехала к своей любимой девушке. У меня, во-первых, у сестренки день рождения 9 мая и 26-го, у любимой внучки день рождения, 2 года. Выходные прошли очень хорошо, шашлыки, огородный сезон наконец-то начался. У меня все замечательно, я заканчиваю диплом и скоро долгожданные каникулы. У меня хорошее настроение, потому что нам повысили зарплату и к нам пришел новый начальник. Жизнь прекрасна, светит солнце, нас сегодня пораньше отпустили с учебы. Желаю всем хорошего настроения, позитива. Наконец-то нам, пенсионерам, наступила летняя пора, открылись дачи, будем там поправлять здоровье свое. Декрет – самое лучшее время для женщины, я провожу его с удовольствием. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот и неделька пролетела, да так стремительно, что не успели и глазом моргнуть. На календаре четверг, а это значит, что пришло время позитивных новостей. Нет, что я такое говорю? Время для них есть всегда. Они происходят ежечасно и повсеместно. Просто я собрала их в большой букет и сейчас вам их вручу в большом объеме. Ну что, начнем? Главная тема сегодняшнего выпуска – конечно же День Победы. Один из самых важных и светлых патриотических праздников. 73 года назад закончилась самая страшная война в истории нашей страны. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в наших сердцах. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Нижнекамске, стартовали за несколько дней вперед. 4 мая состоялся автомотопробег по дорогам героев. Большая колонна из автомобилей и мотоциклов, всего 41 единица техники, отправилась в местные села, уроженцы которых отличились на полях сражений. Участники акции посетили населенные пункты Прости, Каенлы, Смыловка, Старошишминск, Кормалы и Елантово. Еще одно интересное событие. Акцию под названием «Мемориал Победы 73» провел Союз радиолюбителей России. Все города нашей большой страны вышли на связь, чтобы увековечить память об участниках Великой Отечественной войны. К акции присоединился и радиоклуб «Нефтехимик». Нижнекамские радиолюбители рассказали о герое Советского Союза, уроженце Черемшанского района Татарстана Баригабдрахманове. Акция проходит уже 7 лет подряд. Сеансы радиосвязи идут не только в городах России, но даже Европы и Америки. Всего в ней ежегодно принимает участие более 150 клубов. Мы выходили на связь с разными городами. Передавали свои данные, они нам передавали, у нас засчитывались очки на компьютере. В общем, интересно нам это все, поэтому мы дальше продолжим. 7 мая в Центре культурных инициатив состоялась традиционная встреча ветеранов и тружеников тыла, организованная компанией «Нижнекамск-Нефтехим». У каждого из гостей праздника своя история, наполненная подвигами. Они сражались за родину и трудились в тылу. За чашечкой чая каждый вновь вспомнил те самые тяжелые годы своей жизни. Война отняла у них близких людей, беззаботное детство и юность. Такие встречи просто бесценны, а возможность пообщаться с живыми свидетелями тех лет – настоящий подарок для нашего поколения. Помимо чаепития, которое прошло в теплой, почти семейной атмосфере, для ветеранов подготовили и праздничный концерт. Забота и поддержка тех, кто подарил нашей стране мирное небо над головой, сегодня самое главное. Хотелось бы, чтобы 9 мая для нас всегда и для будущих поколений оставалось примером героизма, героизма всего советского народа, когда все ковали победу, те, кто был на полях сражения и те, кто в тылу помогал обеспечивать советскую армию всем необходимым – от питания до боеприпасов. Накануне празднования Дня Победы в 75-м саду для детей устроили настоящий походный обед на свежем воздухе. Повара приготовили для ребят армейскую кашу. Также во дворе садика малыши прошлись организованные колонны с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Получился своего рода маленький бессмертный полк. По словам воспитателей, детишкам все очень понравилось. Для них это событие весьма необычное, а довольные родители с гордостью делились в соцсетях фотографиями своих малышей. В преддверии Дня Победы нижнекамцы смогли прокатиться в трамвае памяти. Все пассажиры получили георгиевские ленты, а также послушали стихи и песни военных лет. Салон оформили по праздничному, развесили шары, старинные фотографии и детские рисунки на тему Победы. Трамвай следовал по маршруту номер 2. Останавливался, как и положено, на каждой остановке. Нижнекамцы с удовольствием занимали места. Их встречали школьники, одетые в военную форму советской армии. Пассажиры, которым посчастливилось прокатиться на трамвае Победы, остались очень довольны. Мы должны помнить этот праздник. Если мы будем его помнить, тогда и другие будут помнить. Мы должны его много раз отмечать, чтобы войны никогда не было. Наконец дошли и до самого главного. 9 мая в Нижнекамске тысячи горожан вышли на улицы, чтобы поздравить друг друга и отдать дань уважения ветеранам. Традиционно праздник начался с торжественного митинга у Монумента Победы. Сюда шли целыми семьями. Один из самых важных и трогательных праздников в году не оставил в стороне никого. Руководители Нижнекамск-Нефтехима во главе с генеральным директором Азатом Бекмурзиным возложили цветы к памятнику Мусы Джалиля. В его лице они почтили память всех героев Великой Отечественной войны. Традиционно 9 мая руководители предприятия возложили цветы к памятнику легендарного человека Николая Васильевича Лимаева. Он стоял у истоков создания нижнекамского гиганта химической промышленности нашей страны. Возглавлял предприятие на протяжении многих лет. Родился Николай Лимаев в 1929 году. Его юность как раз пришлась на годы войны. То, что мы сейчас имеем, то, что мы гордимся чем, той социальной политикой, теми вопросами по отношению к нашим работникам. Это заслуга в первую очередь нашего генерального директора. За ним стоял комбинат, за ним стояли люди. После торжественной церемонии у памятника Николая Лимаеву делегация нижнекамск-Нефтехима направилась в поселок Красный Ключ к мемориалу павшим воинам Великой Отечественной войны. Его установили к 40-летию Победы. Каждый год здесь собираются сотни неравнодушных людей, чтобы почтить память солдат, отдавших свою жизнь за мирное будущее нашей страны. Мы чтим этот праздник, и чтим праздник так, как он затронул практически каждую семью, каждого человека в Советском Союзе, а сейчас уже в России, в странах СНГ. Поэтому это святой праздник, праздник памяти нашим отцам, дедам, прадедам, тем, кто ковал Победу на фронтах. Тем временем на поле рядом с монументом Победы для главных гостей праздника, ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны, расставили обеденные столы. Приготовили солдатскую кашу из 40 килограммов гречки и 100 банок тушенки, прямо там же, на настоящей полевой кухне. Пока дорогие гости обедали, их развлекали песнями военных лет на татарском и русском языках. Приятно видеть улыбки на лицах тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Нас встречали на границе Чехии, женщины, девочки с цветами, кидали нам в машины цветы, и на транспарантах и плакатах был букв, крупными буквами написано «Солдаты Сталина принесли нам свободу». В День Победы в Нижнекамске официально открылась экспозиция воинам-интернационалистам. Она расположилась рядом с первой школой. Два года назад здесь установили памятник. Теперь добавили и военную технику, бронированную разведывательно-дозорную машину и реактивную систему залпового огня «Град», которые в течение нескольких лет состояли на вооружении российской армии. Ну и, конечно же, 9 мая состоялась уже ставшая традиционной для нашего города акция «Бессмертный полк». Это одно из самых молодых и популярных движений во всем мире. Каждый год количество участников увеличивается. В этом году с фотографиями своих родственников, ветеранов армии и флота, партизан, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны на улицы города вышли 32 тысячи нижнекамцев. Под музыку духового оркестра, шагавшего впереди по проспектам строителей и химиков, полк дошел до площади у Вечного огня. Здесь желающие возложили цветы к монументу Победы. В этом году удалось разыскать сведения о двух родных братьях моей бабушки. То есть я их считаю своими дедушками. Они оба прошли всю войну. Дед Петр, он с 1939 года был в рядах Советской Армии. Он награжден двумя медалями. Там одна за отвагу еще какая-то. Дед Александр, у него три ордена. Два красные звезды, один славы третьей степени. Несмотря на насыщенную дневную программу, нижнекамцы до позднего вечера продолжали отмечать главный праздник. Жители и гости Нижнекамска посетили парки и скверы города, где для них были подготовлены праздничные программы, концерты, просмотры военных кинофильмов и флешмобы. Нижнекамск присоединился к акции «Свеча памяти». Каждый желающий зажег и установил свечу у мемориала Вечного огня. Во время проведения акции звучали песни военных лет, декламировали стихи. Из свеч на площади сложили слово «Победа». Ну, а в 10 вечера по традиции прогремел праздничный салют в честь тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Вот такой богатый на события выдалась эта неделя. Ну и напоследок, уже по негласной традиции, хочу дать вам маленький добрый совет, если вы это позволите. Дорогие друзья, копите минуты радости, бережно складывая их в копилку своего сердца. Делая это день за днем, вы вдруг обнаружите, как прекрасен этот мир. Всего вам доброго и до новой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok